Новогодний Ирпень, район ЖД вокзала. Сегодня вечер 1 января. Уже собирается народ понемногу. Вот здесь известный Гермес. Один из первых магазинов. Местные жители, я думаю, меня поймут, чем он известный. Там автостанция. Здесь эколавка. Это уже новые такие мини-маркеты. Там одна из первых оптик. Первая оптика была на Парижской коммуне вроде. Это уже одна из таких в этом районе. Ну и вот он, вокзал. Стоит какой-то товарный поезд. Здание не меняется с годами. Здесь когда-то был туалет. Воняло на всю округу. Наконец-то его закрыли. Интересно, ходят ли эти электрички вообще? Существуют они или нет? Что-то не похоже. Может, люди на перроне есть? Сейчас посмотрим. Парамельские кассы. Вот уж интересно. Или на Киев только можно уехать на... Ну, это вообще никого. Ни одного человека. М-да. Забавно. Без понятия электрички в Ирпене уже не существует. Вот здесь кофейные киоски. Шаурма. Ее в Фейсбуке очень хвалят. Но в местных группах. Эту шаурму на вокзале. Не знаю, чем она такая примечательна. Вот здесь когда-то был газетный киоск. В свое время. Видимо, газеты уже никто не читает. И его снесли. Вот и переход. В дождливую пору, когда обильные дожди. Вот этот переход всегда затапливает. Здесь приезжает пожарка. И выкачивает всю воду. Вот здесь вот по самый какой уровень. Все в воде. Людям приходится переходить через пути. Потому что здесь уже в этом переходе никак не перейти. Ну, сейчас я вижу, он не особо и убирается. Хотя единственное, что радует, что есть свет. Что раньше он даже не освещался. Обшарпанные стены, потолок. Как было, так и остается. Вот это все прелести Ерпинского перехода. Никогда он не станет другим, я чувствую. Какой бы мэр не пришел, и в программе все пишут, что будут изменения. И везде упоминается переход. И везде упоминается переход. По крайней мере, ничего не делается. А вот здесь уже какой-то ресторан местный. Червонный маркет сегодня закрыт, как и все остальное. Ну, молодцы. Хоть сделали туалет. Раньше я его не видел. Вот здесь новая автобусная станция. Маршруток. По-моему, 392-я. Да, Академа ходит именно отсюда, если я не ошибаюсь. А раньше она ходила вот с этого места. Здесь постоянно собиралась очередь. Был такой большой хвост, вплоть до перехода. И они решили уже сделать это здесь. С этой стороны. Да, работает туалет. 5 гривен с 8 до 21. Ну, и здесь вот такие вот магазинчики. Говорили, когда их сделали, то ходили слухи, что они здесь все не отвечают пожарной безопасности. То есть, если что-то загорится, то здесь будет всем хана. Не знаю, насколько это оправдано, но, по крайней мере, такой слух был. Как оно на самом деле, местные должны знать. Ну, вот сегодня работает только чил. Что там за чил? Это кофейня вроде. Все остальное закрыто. Какая-то оптика в конце. Я помню, что там был ритуальный магазин. Памятники, венки, там всякое такое. Что там сейчас, не знаем. Ну, вот он и район вокзала. Дальше пошла улица, которая называется нынче героев Афганистана. А мне более импонирует название «Вторая линия». Милозвучно и простенько. Вот, кстати, и сохранилась. Вот такая вот табличка интересная. Вторая линия. Раньше здесь был маленький забор и куча собак. И хлама за ним. Сейчас хотя бы это все дело прикрыли. А домик тот же самый остался. Вот такой вот район вокзала 1 января 21 года.